Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Вопросы ситуации, сложившейся в городе в начале года, с новой практикой начисления тарифов по вывозу мусора, был вынесен на заседание Президиуму Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Депутаты попытались разобраться, законны ли действия предприятий «Коммунальщик» и «Анапа» благоустройство по введению новой системы оплаты за вывоз мусора. 11 февраля в Витязеве открыли 21-ю международную выставку-ярмарку «Анапа. Самое яркое солнце России». За 21 год 17,5 тысяч участников представили свою продукцию, путевки и услуги. Каждый год на ярмарке выставляются ведущие производители Кубани и гости из крупных городов. Анапчане выступают как организаторы и участники. Реклама, продвижение услуги, новые договоры о сотрудничестве – главная цель международной выставки-ярмарки. В первый день работы ярмарки и в день открытия участников и гостей поздравили с началом нового сезона высокопоставленные гости. Почетную миссию открыть 21-ю международную выставку «Анапа. Самое яркое солнце России» выполнил мэр Анапы Сергей Сергеев. В рамках 21-й международной выставки проведут открытые круглые столы и семинары для предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса. Высокий курортный сезон в Анапе начинается в феврале. В последний месяц зимы самое яркое солнце России в Анапе сияет особенно ярко. Участники международной выставки, как старые друзья, каждый год презентуют свои продукты, услуги и предприятия. Представители крупных компаний называют ярмарку ярким событием и стартом выгодных контрактов. Вечную истину не откладывать на завтра работу напомнил мэр Анапа Сергей Сергеев чиновникам на планерном совещании и призвал глав сельских округов включаться активнее в общую работу администрации муниципального образования и власть своей употреблять смелее. На планерке отметили работу общественников. Специалисты миграционной службы и полиции проводят проверки по их сигналам. Проверяют подозрительных работников на стройках и результаты такого взаимодействия заметны. Непрошенных гостей в Анапе стало значительно меньше. Администрации города-курорта пересмотрят регламент оформления документов. Вице-мэронапа Светлана Яровая напомнила, ревизия земельных участков сельхозназначения продолжится. Продолжит выявлять должников, специалисты налоговой службы и судебные приставы. Сформированы пять мобильных групп. В 2013 году сократилось число предпринимателей. Мэронапа Сергей Сергеев поручил проанализировать, какие именно категории отказываются от бизнеса и почему. К июню завершат ремонтные работы в роддоме. Предприятие «Альфастрой» проводит работы согласно графику. Сергей Сергеев предупредил. Своевременная оплата работникам поступит, если все обязательства по ремонту выполнят в полном объеме и срок. На этой неделе казаки напомнили подрастающему поколению о важном историческом прошлом – возвращении к истокам. Главная идея – коновый перехода казачатой станицы Гостогаевской в станицу Анапску. Члены Анапского районного казачьего общества организовали очередное практическое занятие в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Юмор – это профессия. И, как в любом другом деле, хороших специалистов и профессионалов ценят. Жюри оценило команду Института береговой охраны ФСБ на 5-0. Круглые отличники четвертьфинала обеспечили себе пропуск на следующий этап игр КВН. Во втором четвертьфинале играли две команды гостей – ФБР из Новороссийска и Пятница из Геленджика. Новороссийск продолжит бороться за кубок открытой Анапской лиги. Геленджик по результатам игры остался за бортом. В полуфинал вышли ФБР Новороссийск, команда «Доктор Пеппер» РГСУ, семья Кубгао, Жара Сочинского и Рожденные в Тельняшках. Эта команда – фавориты конкурса и признанные победители по оценкам и жюри и аплодисментам зрителей. И пусть говорят, что КВН нынче стал не тот, каждая игра в Анапе по-прежнему – праздник шуток и традиционно ожидаемая молодежная тусовка. Пока весь мир следит за развитием спортивных событий на Олимпийских играх в Сочи, анапчане поддерживают нашу Олимпийскую сборную по-своему. Работники Дома культуры Станицы Анапской и представители территориальных органов самоуправления организовали соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Помним всегда о память погибших в афганской войне. Почтили минуты молчания у комплекса «Три свечи». Маранапа Сергей Сергеев провел встречу с ветеранами и наградил юбилейными медалями, причастных к афганской войне. Пешеходы и водители, будьте взаимовежливы на дорогах и сократите печальную статистику травм на дорогах. Лето, круглый год. Санаторий «Голубая волна» принимает очередную смену маленьких гостей. И сейчас обо всем подробнее. Молодежная акция о памяти, посвященная 25-летию вывода советских войск из Афганистана, прошла в Анапе у памятника «Три свечи». Жители Триа микрорайона почтили память погибших в боевых действиях конца 20 века. В 1989 году, 15 февраля, последние советские войска покинули Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч солдат. По всей стране в этот день и накануне проходят памятные акции. Анапа не стала исключением. У памятника «Три свечи», символизирующего три войны, Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую, три раза в год собирают с благодарной потомки, которые с гордостью и скорбью отдают дань памяти русскому солдату. Этот памятник создан по эскизам ученицы седьмой школы. Молодежь, помните о тех ребятах, которые воевали там в Афганистане за свою родину. Несмотря на то, что война велась на территории абсолютно чужого государства, эти ребята отстаивали там свою родину. Будьте достойны их и вечная память погибших. Воин живет вечно, пока жива, память о нем. Наверное, нет в России города, где бы не действовала афганская ветеранская организация. Они призваны защищать права ветеранов, прошедших войну, родственников, потерявших мужей, отцов и сыновей. Такая ветеранская организация действует и в Анапе. Если бы не мы, то кто узнает, как сложила бы судьба нашей Родины сейчас. За 10 лет практически войны в Афганистане наша страна не сталкивалась с такой бедой, как наркотики. В настоящее время с Афганистана порядка 80 тонн производят наркотиков. Это 10 миллиардов доз. Представьте, какое это количество. 10 лет мы сдерживали эту чуму. Да, действительно погибает самая лучшая. Она по не исключению. Помните, не только о нас. Любите отцов, родителей, братьев, сестер. Это самое ценное, что есть для Родины, с чего начинается. Минуты молчания почтили память героев, павших в Афганистане. Ученики младших классов школы номер 7 специально к этой дате сделали десятки красных тюльпанов. Красные тюльпаны – как символ жизни. В противовес черным тюльпанам, самолетам, вывозившим погибших из Кандагара и Кабула. Цветы раздали прохожим, чтобы они в этот день вспомнили о солдатах и офицерах, не вернувшихся с войны. Вадим Родин. Анапа. Накануне памятного дня мэр Анапы Сергей Сергеев встретился с ветеранами афганской войны. В беседе участники боевых действий рассказали, какая помощь им нужна сегодня. Сергей Сергеев организовал встречу с ветеранами накануне праздника, 15 февраля в 1989 году. Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Среди организаторов этого исторического события были и анапчане. Мэр Анапы поздравил ветеранов с праздником. Кто бы что ни говорил, я слышал. И от своих коллег фразу «Мы вас туда не посылали». Я считаю, что за это надо жестко наказывать. Это кощунство. Кощунство, прежде всего, перед родителями, близкими тех, кто остался там навсегда. И на сегодняшний день четверть века – это история наша новейшая, если хотите. И вы живые свидетели тех событий. Мы должны с уважением относиться к вашему подвигу. И сегодня я пригласил вас, еще раз повторяю, в вашем лице поздравляю всех участников этих событий. И хочу пожелать вам крепкого здоровья, прежде всего, всего самого доброго вашим близким. Сергей Сергеев напомнил, участники боевых действий всегда могут обратиться за помощью, решить личные проблемы и получить конкретную помощь. Ветераны поблагодарили за поддержку и внимание властей. В администрации города организована серьезная работа. Встречи ветеранов, встречи со школьниками, памятные акции и обязательно поздравления со всеми праздниками. Приятно, что вы каждый год встречаете нас здесь в своем кабинете, поздравляете с этим нашим замечательным праздником, день вывода. Вот историки говорят, что афганская война – это забытое войны. Действительно, ни в одном учебнике истории не описаны эти события. Но я считаю, что оно не забыто. Пока есть люди, которые были там, пока есть память, пока мы проводим свои мероприятия, встречаемся с молодежью, рассказываем, эту войну забыть нельзя. И спасибо вам большое, что вы нам постоянно помогаете. А вторую десятку скульптур в Анапе Василию Полякову его наградили в этом году юбилейной медалью. Нужен кардиостимулятор – редкая модель американского производства. Сергей Сергеев пообещал посодействовать в лечении. В Анапе первым из городов Кубани установили памятник войну-интернационалисту. Каждый год сотни анапчан проводят памятную акцию в сквере боевой славы 15 февраля. Автор скульптуры – Василий Поляков. На встрече с мэром Анапы Василий Петрович представил Сергею Сергееву два проекта новых скульптур в Анапе. И еще предложение от мэра Анапы. Рядом с памятным комплексом «Три свечи» скоро высадят молодые деревья и разобьют парк. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Инспекторы ГИБДД провели операцию «Пешеход». Напомнили анапчанам и гостям курорта прописные истины, как правильно переходить дорогу. Напоминание владельцам автомобиля и уступать дорогу пешеходам. До пешеходного перехода рукой подать несколько метров. Дождаться зеленого сигнала светофора и перейти через дорогу смело и уверенно. И главное – безопасно. Но пешеходы рискуют, перебегая через дорогу. Надеются на авось мамы с колясками. Выходят на дорогу в неустановленном для перехода месте покупатели с тяжелыми сумками. И лавируют между автомобилями на дороге. С другой стороны, лавируют и водители среди стихийного потока пешеходов. Пока гром не грянет. На территории города Курорта-Анапа мы прослеживаем рост аварийности в городе и населенных пунктов. Одной из основных причин ДТП является нарушение правил передвижения пешеходов. В связи с чем, сегодня отделом ГИБДД совместно с отдельным взводом ДПС, отделом ГИБДД России по городу Анапа, проводят рейдовые мероприятия, направленные в первую очередь на выявление нарушений пешеходами, и на выявление нарушений водителям по непредоставлению преимущества пешеходам. В 2013 году произошло 137 ДТП с участием пешеходов. 15 погибли, 40 пострадавших в разной степени тяжести. В январе этого года 9 ДТП, 1 человек погиб, трое госпитализированы. 85 материалов составлены по факту нарушения порядка на дорогах. Центральной улицы и спальные районы коварных переходов в городе много. По правилам дорожного движения водители должны уступить дорогу пешеходам. Но остановить автомобиль мгновенно перед перебегающим человеком невозможно. Травмы неизбежны почти во всех случаях. Перебегая дорогу рядом с пешеходным переходом, нарушитель экономит несколько секунд, но стоят они иногда жизни. Инспекторы ГИБДД напоминают и водителям, и пешеходам. Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге, чтобы сохранить жизнь. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. 21-я международная ярмарка путевок «Анапа. Самое яркое солнце России» закрыта. Итоги трех дней работы выставки в сюжете. На площади более 2000 квадратных метров на двух этажах разместилось более 200 компаний. Санатории, пансионаты, гостевые дома, детские здравницы. 98 объектов санаторно-курортного комплекса представил город-курорт Анапа. Гости выставки – представители Сочи, Новороссийска, Горячего ключа, Ейского района и Кавказских минеральных вод. Кроме здравниц, участники выставки презентовали товары и услуги. По предварительным данным, выставку посетили более 3000 гостей. 318 компаний туриндустрии, представители крупных компаний из Москвы, Ижевска, Воронежа и из стран ближнего зарубежья – Республики Беларусь, Казахстана, Украины и Армении. Участников выставки отметили дипломами от имени мэра города. Сергей Сергеев поблагодарил предпринимателей за неизменно высокое качество предоставляемых услуг и продукции. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. Как будет выглядеть город через несколько лет? Городостроительные перспективы развития муниципалитета обсудили на семинаре Анапской торгово-промышленной палаты. На заседание побывала наша съемочная группа. Над генеральным планом Анапы работали 13 лет. Первый разработчик – специалисты одного из московских институтов. Не успели завершить проект полностью. Краснодарский институт территориального планирования ее продолжил. В итоге генплан Анапы утвердили в ноябре прошлого года. Генеральный план оставляет основную функцию развития нашего муниципального образования как детского города-курорта. Основной градообразующий элемент – климатический фактор. Например, количество пляжных территорий, которые могут принять для оздоровления жителей других регионов. Многие задают вопросы, а вот, допустим, а где мой дом на генплане, почему его нет? Или там, а что вот, допустим, будет здесь построено, там вот в этом квартале, вот именно в этой точке. Это не задача генплана. Генплан эти вещи не рассматривает. Для этого есть другие документы. Другие документы – это правила землепользования и застройки, проекты планировок территории с эскизами застройки, градостроительные планы земельных участков. Игорь Коломиченко доложил риэлторам о направлениях развития градостроения в Анапе в ближайшей перспективе, жилые районы и рекреационные зоны. О вопросах оформления земельных участков при смене их целевого назначения. Главному архитектору задавали много дополнительных вопросов. Игорь Коломиченко пообещал оказать свою личную помощь всем желающим, кто хочет получить консультацию и дополнительную информацию. Алина Гумерова, Максим Лагоши, Анапа. Регион. Курортное лето, круглый год. Обеспечивают детские санатории «Бимлюки», «Голубая волна» в Анапе. В этих здравницах принимают детей на здоровление в течение всех сезонов. Свежий морской воздух, южное солнце, температура плюс 12. Даже в феврале в Анапе погода весенняя. Идеальные условия для игр на свежем воздухе. На открытой спортивной площадке три команды, две волейбольные игроков и команда поддержки. В это же время в корпусе репетиция праздничного вечера. 14 февраля – День Святого Валентина. Сборная команда детей, отдыхающих в санатории «Голубая волна» проходит спецкурс обучения сценической речи и танцев. Итак, приготовились. Раз, два, три. Вот такой праздник, День Святого Валентина, День влюбленных. А наш коллектив санатория «Голубой волны» влюблен в наших детей, которые приезжают к нам подлечиться, оздоровиться, набраться сил, здоровья, подышать морским воздухом. Для детей главное – организация свободного времени, новое знакомство и развлечение. Родители, отправляющие на оздоровление своих детей, уверены – после смены в санатории «Голубая волна» болеть с любимой чадо не будут целый год. Санаторий у нас работает круглогодично. Одновременно принимаем 310 человек. Детей мы расселяем по корпусам на каждый этаж по возрасту. И на каждом этаже работает свой персонал. Врач-педиатр, медицинская сестра, воспитатель. Медпост работает круглосуточно. Есть, естественно, ночные дежурства. И мы в основном детей принимаем заболевания органов дыхания и заболевания органов пищеварения. Лечение назначают по показаниям врача-терапевта. Каждый ребенок проходит 4-5 процедур в день. Ингаляции, массаж, жемчужные и сухие углекислые ванны, душ-шарко, сеансы в голокамере и ароматерапия, электросветолечение и лечебная физкультура. Самое вкусное лечение – кислородный коктейль. Проверено временем, одобрено детьми. Приезжают на оздоровление из Дагестана, Якутии, центральной части России, Кубани. Даяна Даштанова – гостья из Калмыкии. После процедуры отдыхает в палате. Каждая кровать в комнате украшена по стандарту отеля. Мальчики складывают полотенца корабликами, барышни – бантиками. Здесь очень хорошо, и я не хочу отсюда уезжать. Откуда приехала? С Калмыкии. Частая практика – повторные курсы оздоровления в санатории. Дети приезжают по несколько раз. Родители их ставят на очередь в Минздравах своих региональных, на очередь опять на выделение путевки, потому что путевки у нас бесплатные для этих детишек даются. И есть дети, которые приезжают уже 6, 5, 7 раз. И в разные сезоны. Набраться сил и пройти лечение в Анапе можно не только летом. Детский санаторий «Голубая волна» работает круглый год. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа-регион. Жизнь после войны. Накануне юбилейной даты вывода войск из Афганистана наша съемочная группа встретилась с ветераном Афганской войны. Роберт Лавров родился и вырос в Новосибирске. Юношей призвали на войну в Афганистан. Там прослужил полтора года. Но за этот небольшой промежуток времени Роберт Евгеньевич пережил многое. Потери и трагедии стараются оставить за бортом воспоминаний. Поэтому говорит больше о приятных моментах. В Афганистане не принято встречать Новый год и Рождество, и страна мусульманская. И поэтому понимание того, что такое елка, что такое это, они не знают. И вот мы там самостоятельно находили возможность, находясь в предгорьях, найти или можжевельник, или арчу. То есть и привезти ее в качестве елки к себе. Чтобы не расстраивать своих близких, 18-летний Роберт сначала скрывал, что служит в Афганистане. Но все тайное становится явным. В 1985 году, после тяжелого ранения, Роберт Лавров вернулся домой. Война оставила глубокий след. Стоял, буквально, можно сказать, подолгу смотрел, как самолет улетает на родину, домой. И представлял себе, что все-таки дождусь я, наверное, того момента, что так же, на таком же самолете я вернусь домой. Вернувшись после госпиталя на родину, ему сначала было тяжело влиться в жизнь без войны. Но в скором времени все изменилось. Началась учеба в УЗИ. В 2003 году Роберт Евгеньевич приехал в командировку в Анапу. Здесь узнал, его погибший однополчанин и друг Сергей Бомбелов был коренным анапчанином. Придя в Анапский союз ветеранов Афганистана, увидев его фотографию, впоследствии встретился с родителями, рассказал, как все это произошло. Уже более 10 лет Роберт Лавров проживает на курорте. Власти города всегда поддерживали и продолжают помогать анапскому обществу инвалидов войны в Афганистане. Ветеранам особой почеты и уважения. Мы постоянно это, можно сказать, видим, получаем все то необходимое, что нам надо. День вывода советских войск из Афганистана для всех участников боевых действий – большой праздник. Еще один день победы. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. В среду, 19 февраля, с 11 до 13 часов, в общественной приемной «Единая Россия» пройдет прием граждан. В офисе на улице Крымской, 125, прием проведет депутат Госдумы Александр Меткин. Запись по телефону 8-918-111-04-38. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Субботу, 15 февраля, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 7-11, ночью до плюс 6 градусов по Цельсию. Ветер северный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 7 градусов тепла. В воскресенье 16 февраля в Анапе будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 6-8, ночью около 5 градусов по Цельсию. Ветер северный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 7 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова